а поговорив о про наями на природе тут в принципе все понятно да все хорошо природа питание да там на работу ходить не надо все прекрасно настроение хорошее ничего такого не налипло с чем приходится работать вот занимаетесь собой но ситуация гор город от до отпуска еще там идти идти воздух загрязнен да вы скажете как же практиковать пранаяму вот в таких условиях поговорили только что авьяновая она у нас достигает 7 метров в диаметре квартиры у нас не пентхаусы соответственно соседи алкоголики у них тоже я новая и с нашим я новая они пересекаются очень так нормально поэтому там энергия движется допустим вот так очень медленно у нас он движется вот так потому что мы практикуем мы занимаемся йога мы читаем такие великие тексты мы концентрируемся на просветленных существ а тут видите ли у вас и энергия вот такая и соответственно нас цепляет и притормаживает вы скажете что же тогда делать ведь пранаяма этот процесс еще и усилит мне вот еще не хватало еще из его энергии работать метод бы самому разобраться со своими а тут еще вот соседи целый целый подъезд вот кто-то там извините порнофильм сейчас смотрит кто-то там еще непонятным занимается кто-то там мясо готовит да и я тут с этими энергиями должен работать может и не нужно выполнять пранаямута в таких условиях как вы считаете а если нет возможности в лесу а практику а в сквере что у нас мало пивка попила все лавочки да либо конечно чуть подальше парков отъехать если уж у вас есть возможность либо да я с вами согласна дома практиковать нужно несмотря на на что там соседи иногда мы живем в одной квартире с определенными там людьми да там если комнаты снимаем то есть очень ближайшее окружение может тормозить и очень сильно на пути йоги что же делать тогда что практиковать во первых то окружение которое нас окружает у нас окружает по нашей карме когда-то мы кому-то создавали определенные проблемы которые теперь вынуждены переживать которые проявились вот таким вот образом пережито очень-очень много жизней и далеко не все жизни мы были там добропорядочными дата такими благостными йогами и прошли мы все этапы и когда-то мы были точно на таком же уровне а еще и на не на более низком уровне поэтому с пониманием нужно отнестись к людям которые находятся на определенных уровнях которые создают нам дискомфорт препятствия на пути потому что мы не забываем что эта часть нас самих это наше отражение не просто ничего просто так в этом не происходит это что проявляется рядом с вами это проявлением ваших действий в прошлом поэтому постарайтесь относиться к этому с пониманием и терпением и в практике вы эти как кармические узелки вы как раз таки и развяжите и проработаете то есть вы накопите аскезу таким образом вы накопите тапас то есть не аскетично то есть практика будет очень аскетичной и вы накопите тапас и этот тапас вам и поможет дальше развиваться и двигаться по пути и тем соседям которые там живут рядом с вами им тоже станет легче они либо ну энергия так или иначе будет меняться и у них тоже и у людей которые вокруг вас живут возможно сразу это не будет естественно сразу этого заметно не будет но проявив усердие терпения вы сами просто убедитесь в том что ваши родственники меняются ваши там соседи меняются друзья как-то начинают меняться либо они отходят просто уходят из вашей жизни нет такого не будет такого что скажу тоже произойдут позитивные перемены вот почему практики в городских условиях они действительно эффективны и важны если вы практикуете пронояму то конечно в городских условиях лучше практиковать ее ранним утром когда воздух более-менее уже проветрился вот так загазованность немного спала и и считается что самое такое с отличное время это с трех ночи до 6 утра и вот если вы это время вы будете практиковать то это будет очень хорошо вы во первых зарядитесь очень сильно энергии от проноямы то что вы проснетесь на полчаса раньше или на час вашего там запланированного просыпания на самом деле вас так закачает энергией как батарейкой что вы как заведены будете до вечера бегать и еще домой приедете у вас еще будет сил силы там общаться с родными с близкими вот чего обычно после работы не происходит уже выжатые как лимон и выползаем оттуда а вот поэтому рекомендую вставать все-таки пораньше вашего будильника и заниматься вы когда увидите разницу как у вас проходит день то есть когда вы позанимались как у вас день прошел и когда вы не позанимались как у вас день прошел очень четко вы отследите эту разницу и это это и будет вашей мотивацией к практике понимаете очень таким хорошим подспорьем будет поэтому очень рекомендую вечером конечно не нежелательно заниматься такими знаете забойными пранаямами потому что они вот утром мы до растягиваем дыхание доходим до дискомфорта определенного так вот это здорово как бы помогает проснуться взбодриться поднять энергию вечером же наоборот нужны успокоительные пранаямы то есть то же самое пранаяма в принципе вот эту апанасати хиная ну следует практиковать уже в более таком знаете ритме вы дошли до определенного уровня где вам уже немножко сложно растягивать дыхание но еще нет такого прям какого-то дискомфорта жесткого поэтому останавливайтесь на таком умеренном уровне и дышите тем самым вы как бы успокаиваете себя и очищаете ваш внутренний мир то есть те энергии которые к вам прилипли во время дня они отпадут то есть те лярвы которые также у нас квартирах обитают которые мы с собой тоже приносим да там в дом к сожалению они разбегаются они очень боятся аскез и они просто будут разбегаться тем самым вы будете очищать пространство дома в котором вы живете в котором живут ваши близкие конечно не всегда будет это делать хотеться они всегда будут силы но как раз таки когда нет сил и когда вы чувствуете что ну не могу я сейчас заниматься вот вы сядьте и позанимайтесь и тогда действительно действительно будет долг и польза потому что когда мы практикуем и чувствуем знаете такое удовлетворение от этой практики на самом деле мы сливаем энергию мы же наслаждаемся мы теряем энергию то есть краник открыли и все ушла энергия а когда мы выходим на уровень определенного знаете допустимого дискомфорта то вот здесь и как раз таки мы ее и преобразуем то есть прорабатываем ее конвертируем ее делаем из грубой энергии более тонкую ну и понятно уже для чего это делаем то есть каждый выбирает себе путь по которому движется цель которая движется вот очень важно выбрать эту цель в начале пути и естественно отталкиваясь от этическо-нравственных аспектов